всем привет надеюсь что я умудрился попасть в прямой эфир это для меня новые развлечения так сказать на и самоизоляции и сейчас я жду подключения значит моего коллеги с автора по курсу коты онлайн александра федорова и мы с ним проведем прямой эфир будем рассказывать про нынешнее время и что делать для того чтобы наши с ним так сейчас смотрим вот запрос добавляем ну как раз все собираются замечательно сейчас я еще сейчас еще так я кому-то помахал тут по параллельно пробуем еще раз здравствуйте здравствуйте андрей владимирович сейчас одну секундочку я тут пока пытаюсь подключить наушники как вам меня слышно вы не слышно прекрасно а я вот вас почему-то не слышу я наверное все таки такой от колючу и вот у нас тут всегда с техникой четвертая мировая война на пороге как вы знаете я думаю ждем ее сильно так и теперь саша завис да ну что я в общем здесь уже с вами очень приятно вас видеть очень по вам соскучились за время вашего карантина почему его нашим общим так но хорошо да а чем у меня есть к вам несколько вопросов но прежде этого я даже не знаю так как вы у нас более высокоранговый человек я не могу как-то понимать я мы все знаем да я не могу представляться вашей аудитории сам поэтому думаю может быть вы просто меня представить и а я как раз и расскажу про что я совместный прямой эфир проведу с александром федоровым который мой соавтор по онлайн курсу красная таблетка онлайн кт онлайн вот я думаю что вы уже видели какие-то наши промо может быть уже даже проходили сам курс вот получили очень много положительных отзывов вот и теперь думаем как нам отвечать тем ожиданиям которые есть у подписчиков и тех кому может быть интересно дальше осваивать то как работает мозг как работает наше мышление как быть эффективным в мире который в общем слегка сейчас попугивает людей вот про мир хорошо что вы начали тема нашей трансляции как вы помните какие навыки нужны в этом быстро меняющимся мире и и вот давайте прежде чем понять какие нам нужны навыки можно я вас немножко спрошу про мир потому что наверняка вашим подписчикам нашим слушателям интересно ну вообще можете просто вкратце что сейчас происходит в мире какие тенденции ну вот что вам кажется наиболее важными вещами которые нам нужно про современный мир понимать ну значит сейчас все озабочены коронавирусом но коронавирус это вещь в общем частная и мы с ней управимся там ближайший год это примерно тот период который необходим для того чтобы мы накопили общий совокупный наш иммунитет который позволит нам справляться с и быть интактными как это интактными ну правильный термин интактными в общем чтобы нас не мог поразить я пытаюсь по-человечески сказать вот чтобы нас не мог поразить коронавирус и плюс к этому моменту мы ждем появление вакцины я сегодняшнем посте проекта да вот поэтому у нас такая как бы пауза перед прыжком пауза возник возникшие спонтанно но на самом деле обрыв то в общем он впереди вот это вовсе не коронавирус хотя вот уже сейчас много интересных таких выводов можно сделать потому что все мы считаем что мы кому-то очень сильно нужны что у нас в общем есть большие жизненные перспективы я думаю что большое количество людей сейчас оказались без возможности даже просто работать много людей оказалось на удаленке и это удаленка она имеет свойство превращаться вот как это сначала удалили потом отрезали вот потому что понятно что бизнес сейчас из-за общего финансового кризиса окажется в ситуации что ему нужно будет сокращать косты сокращать расходы свои вот и он будет внимательно смотреть в общем насколько ему нужны эти сотрудники на удаленке то ли они делают что в общем без чего нельзя обойтись вот и нас ждет в общем достаточно 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 объемная такая безработица вот и это коснется каждого из нас каждого из нас коснется падение доходов да в общем вы александр работаете в кластере игры разума который закрыт и там висит большой замок вот и меня это дико расстраивает да но как бы все несут убытки соответственно с этим и и и собственники и сотрудники и так далее вот поэтому мы сейчас проживаем такой эксперимент что будет когда мы не будем нужны вот а будет так что мы будем сидеть потреблять контент бессмысленный какой-то зависая в социальных сетях и на всяких разных видеоплатформах вот наши услуги будут не необходимы да почему потому что современные технологии они дают два эффекта значит первый эффект современных технологий это замещение человеческого труда вот если бы сейчас по моему в перекрестке должно было начаться значит тестирование этих кассовых аппаратов которые вы приходите просто в сумку накладываете продукты подходят а уже где-то я не даже в ленте что ли тестируется и так далее самообслуживание вот дальше это будет вообще просто очень технологично вы берете с полки товар он уже автоматически списывается вы по лицу определяетесь вот китайский магазин уже многие так работают то есть вы приходите в магазин пустой то есть там нету людей потому что расставляют роботы продукты по полкам значит вы соответственно берете все вы ходите из магазина у вас автоматически вас определили по лицу и списали у вас деньги вот и представьте с точки зрения рисков дальнейших каких-то коронавирусов или чего угодно да это очень удобная конструкция да вот то есть работу теряют большое количество людей это там условно говоря бухгалтеры дальше сейчас это будут юристы логисты там и так далее то есть вот программисты начнут терять работу потому что нужны будут программисты высокого уровня а так нейронные все-таки научатся в общем тоже и программировать и так далее а дизайнеры ну сколько стоила картина которую я в лекции рассказывал блин какие-то бешеные деньги я помню сто по-моему двадцать с чем-то тысяч фунтов стоила картина созданная искусственным интеллектом и проданная на вот я сейчас боюсь может фунты тогда это сотбис а это было на кристис в общем я черт знает я сейчас я небольшой специалист по торговле на таких площадках но вы большой специалист по покупке по покупке автографов да да значит их пока не подделывают искусственные интеллекты есть то насчет их подделывать вот может быть это единственное что сохранится свою ценность это автографы великих людей вот которые я и правда коллекционирую но в общем у меня есть парочка ваших может быть они меня поддержат в трудные времена да но если серьезно говорить да то у нас вот проблема одна это то что почему технологии угрожают рабочим местам потому что это замена просто людей потому что технологии способны выполнять эту функцию а второе это разрастание крупных транснациональных корпораций вот технологических которым будут принадлежать эти технологии то есть условно говоря невозможно будет конкурировать на рынке на котором будут высокотехнологичные компании осуществлять ту же самую деятельность и поэтому большое количество людей которые заняты в среднем и малом бизнесе они просто окажутся безработными и я про это рассказывал в черном зеркале когда Цукерберг там всем рассказывал какое светлое будущее нас в ближайшие 10 лет ждет и я сказал просто вот послушайте Цукерберг все что он рассказывает звучит очень красиво только в этом мире нету предпринимателей в этом мире есть большие компании на которые все работают вот и работать на большую компанию это тоже надо умудриться потому что она тоже будет соответственно сурово так сказать своим сотрудникам потому что им особенно некуда будет пойти кроме как в них вот поэтому мы сейчас находимся в сейчас экспериментальная площадка нас выгнали с работы все ну там в том или ином виде я понятно что есть работы которые сейчас продолжаются ну вот понятно что есть значит наши там врачи которые героические стоят на вахте понятно что есть органы правопорядка там и так далее но скорые органы правопорядка не будут нужны в таком виде скоро врачи не будут нужны в таком виде когда технологии IBM Watson или смежные значит будут функционировать и соответственно лишать врачей это уже профессии в общем мы сейчас это просто вот экспериментально посмотреть как легко от нас избавиться и как малую как настолько малую ценность мы представляем на рынке рынок это деньги сейчас все потому что раньше все жили в конструкции если меня уволят я найду себе другую работу молодые люди легко находили действительно себе занятость сейчас вот можно конечно курьером работать вроде как востребованная профессия но уже даже выбор есть можно либо желтую куртку надеть либо зеленую розовые розовые куртки еще есть а не самокат такой это видимо как мимо меня проехал самокат вот как бы там ни было уже и водителем не поработаешь и официантом не поработаешь и администратором идет на мероприятиях не поработаешь и так далее и так далее то есть условно говоря это сейчас для нас очень хорошее время задуматься о том насколько мы нужны соответственно рынку труда поэтому если говорить про время я могу про время рассказывать как известно очень долго я могу вас очень долго слушать Андрей Валюшин да но там я написал уже целую книжку четвертая мировая война где а я ее озвучил даже да а Саша ее озвучил кстати реклама Литресса пошла да у нас кстати красная таблетка 2 скоро выйдет в озвучке во вторник обещают опубликовать на Литрессе ты тоже его знакомый уже нашим подписчикам голос так сказать приложил голосовые связки да простите что перебил вас вы говорили о том что ну в общем экономике мы не нужны ну здесь вот как бы а мы еще нужны просто проблема в том что мы возможно не очень нужны в том качестве в котором мы сейчас способны себя экономике предложить вот и если вы поговорите с работодателями включая крупные корпорации вот я в одной из них работаю поэтому могу авторитетно заявлять там никто не откажется от сотрудника у которого реально системное мышление у которого большое количество навыков управленческих там и так далее то есть условно говоря чем у вас лучше интеллектуальная функция чем более сложные объемные задачи вы можете решать тем вы востребованы на рынке вот проблема состоит в том что сейчас приходят люди с высшим образованием и даже с опытом а потом когда и героическое там мы сейчас все шашкой замахаем ну вот и сажаешь их махать шашкой и шашка так сказать щадит бойцов я понял вас ну строго говоря вы про это еще рассказывали в интеллектуальном ресурсе который был еще до четвертой мировой да ну вот смотрите я понимаю эту историю связанную с тем что технологии развиваются корпорации развиваются время меняется очень быстро период появления новых профессий сокращается то есть раз вот там не знаю кто мог 15 лет назад представить что будет какая-то профессия типа сммщик да а сейчас это в целом полноценная такая история и так далее ну вот вопрос от коронавируса не боимся коронавирус пройдет и бог с ним ну тогда вот чего бояться больше бояться больше безработицы бояться больше что мы не найдем свое место в этом мире как-то не будем чувствовать себя трудоустроенными отупления боятся или вот чего вот на ваш взгляд значит нужно бояться переставить утратить адаптивность самое главное качество которое сейчас нужно от человека насколько мир меняется действительно очень быстро вот и вот эти вот экспоненциальный рост сейчас все знают что такое экспоненциальный рост благодаря коронавирусу я по поводу этого экспоненциального роста за год до этого долго рассказывал относительно того как развиваются технологии да потому что это главные механики для понимания того что такое технологическая сингулярность и вообще те процессы которые сейчас в мире происходят их можно понимать только в том случае если вы понимаете принципы функционирования экспоненциального роста про шахматы вы приводили пример с шахматными клеточками зернышками это не это как бы любой математик вам так будет рассказывать про экспоненциальный рост действительно существует иллюзия если вы положили на одну клеточку одну зернышко на вторую две на следующую четыре потом восемь потом шестнадцать что вы никогда даже на кашу себе не соберете но в действительности если это зерна хлеба то на одной доске с этим правилом удвоение будет такое количество зерна которое не произведено человечеством за всю его историю вот что такое экспоненциальный рост и мы вот сейчас находимся как раз в этом специальном росте вот а это значит что мир вокруг нас будет меняться стремительно и он будет меняться достаточно агрессивно в отношении человечества как такового который само растет тоже в общем экспоненциальный и тут в общем одно и другое коса на камень и привет вот поэтому возвращаясь к вопросу чего бояться значит надо бояться потерять адаптивность просто люди им кажется что вот они сейчас чего-нибудь где-нибудь на какой-нибудь как бы сучок залезли и они на этом сучке значит удержатся там вода поднимается и нам надо будет карабкаться по дереву вверх вперед и вперед бесконечно потому что сейчас история при которой ну вы можете конечно уйти под воду вот там тоже будет какая-то жизнь вот в конце концов дельфины вернулись в воду в конце концов там будет тоже какая-то жизнь про него такая шутка была первоапрельская что они ему в него вернулись но я имел ввиду что они как мегапитающие они сначала вылезли на сушу потом на сушу вернулись а вы про это да не понял вас да ну правда состоит в том что понятно что большое количество людей будет лишено возможности функционировать в мире где принимаются решения где есть как какие-то достижения и нужно будет адаптироваться к миру просто потребитель да что такое безусловный базовый доход который вот тестируется Финляндии которые пытались там швейцарии вводить там и так далее но это что это людям дают деньги потому что они не нужны ну вот но если им не дать деньги то они пойдут грабить и вот чтобы они не грабили общество начинает выделять им пенсию такое содержание да безусловно базовый полинг чей автограф у меня тоже есть дважды нобелевский лауряд ввел это понятие и объяснил что именно к этому все и катится и мы сейчас действительно это казалось абсурдом как может быть что людям просто так будут давать деньги сейчас мы наблюдаем как это происходит кстати сказать в Соединенных Штатах лица потерявшие работу сейчас получают ну вот компенсацию и в Британии получают 80% от своих зарплат в Германии да выделены колоссальные на это суммы вот у нас там что-то тоже вроде обещали сегодня заплатить этого я пока не слышал я слышал пенсионерам обещают заплатить если они из дома не будут выходить да две тысячи долларов вот но в общем как бы там ни было мы находимся в ситуации когда большое количество людей будет просто содержаться государством и вести в общем достаточно незавидный образ жизни потому что не надо думать что на деньги которые будут таким образом выделяться можно будет шоковать и я приводил пример с дельфинами это то что еще в девятнадцатом веке уровень образования у людей был очень низкий в среднем да то есть условно говоря там в России сколько там два процента людей обладали грамотностью какой-то более-менее осмысленной да вот у Пушкина его произведения издавались в двести экземпляров понимаете просто больше не было читателей вот но там когда уже на заре там он даже до тысячи вроде как доехал ну вот но изначально просто очень мало было образованных людей даже в столице вот не говоря уже про мир в целом да и под воду когда я говорю и вернуться эти моргопитающие в воду вот это люди которые вернутся в воду и абсолютной не образованности абсолютной такой серой тупости вот это будет виртуальная реальность в которой одеваешь очки вот и там происходят какие-то сражения битвы не требующие от тебя ни образования ни культурного бэкграунда и так далее просто чтобы ты не ходил на улицу и не грабил магазины вот поэтому а все остальные останутся на этом дереве им придется дальше ползти вверх вот в чем драматургия времени и для того чтобы ползти вверх для этого нужно обладать адаптивностью то есть надо нельзя останавливаться на достигнутом вот все вот мечтали про безусловные базовые нет я все время смеялся последний год говорил в своих выступлениях что все хотят иметь пассивный доход а вот значит ну что может быть пассивным доходом ну какой-то бизнес которым кто-то управляет и переносит те деньги или там например аренда значит вот конструкции при которой все закрывается к чертовой матери значит снижается покупательская способность и так далее бизнесы закрываются аренда никому к чертовой матери не нужна вот она вся выйдет онлайн и будут вот в этих желтых зеленых а дальше просто будут машинки развозить без водителей вот все продукты по домам ну вот и вообще ну как бы идея что вы можете сейчас что-то заработать куда-то вложить и после этого сидеть припеваючи качать ножкой ну вот она абсурдна по определению мы находимся в мире в котором ничто не будет работать долго значит все нужно будет меняться вот по таким оптимистичным на мой взгляд расчетам людям в самом ближайшем времени вот тем кто сейчас вступает в профессиональную жизнь предстоит пять раз сменить работу то есть не работу а сферу деятельности да то есть профессию сменить по большому счету вот то есть по большому счету вот если работать там условно говоря сорок лет да сколько надо работать то там сорок пять пятьдесят даже если работать ну вот получается что каждые десять лет вы должны быть врачом потом я не знаю потом юристом потом бухгалтером потом бизнесменом потом кем-то там еще ну вот и причем первые три из этих профессий уже будут скоро не нужны ну да я поэтому точно оптимистичны что вы востребованы то что тут есть другая проблема что сами профессии вымываются вот пока у всех уже есть какая-то счастливая иллюзия что значит там же приход технологий сопровождается дублированием существующих систем то есть условно говоря вот вы приводите какие-нибудь создаете технологии с облачными хранилищами облачными расчетами там и так далее но при этом продолжает существовать старые легоси технологии которые там на этом старом металле функционируют и есть ощущение что рабочих мест увеличивается даже потому что нужно тех кто обслуживает и здесь и там но в какой-то момент нужно будет уже ну то есть условно говоря там сейчас машины эти на автопилотах ездят с водителями потому что они должны их сейчас обучать контролировать там и так далее значит получается водителей становится больше но для того чтобы их через шаг вообще не стало вот когда машина обучится автопилотам не нужны будут не те водители которые сейчас пассажиров водят не тех которые сейчас обучают тех которые ездят на автопилоте вот и есть вот эта иллюзия что рынок он сейчас пухнет вот потому что условно говоря если вы устанавливаете аппараты которые в магазинах все рассчитывают там действует огромное количество людей которые эти аппараты и параллельно сидят кассиры вот параллельно сидят люди которые на 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 отрабатывают этот движок который это делает которые там занимаются свором бионетрии который потом будет нашим единственным средством идентификации потому что понятно вот это люди говорят вас чипировать будут зачем чипировать у вас есть руки ноги и хвост и вас по ним уже за чипировали вот нас всех за чипировать слушайте но весь китай никто не за чипирован а ни одного шага вы не сделаете чтобы вас не сфотографировали не идентифицировали и базу социального рейтинга не занесли не надо нас но да но вот сейчас кто-то работает над созданием этих технологий через какой-то ход их уже не нужно будет надежной то есть смотрите Андрей Владимирович вы сказали про то что нам нужна будет адаптивность и про то что вот так оглянувшись вокруг все достаточно плохо чтобы уже забегать ну я не говорю слово плохо я говорю необычно хорошо необычно и так скажем свидетельствует о том что стоит ждать ну так скажем не очень позитивных позитивного развития событий как вам кажется ну вот вы же долго про это все рассказываете а почему народ то не 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 шевелится я понимаю что пока гром не грянет мужик не перекрестится но почему вот вроде уже понятно что как-то надо быть адаптивными и это и все равно до сих пор люди так я таксистом перебьюсь я там если что там не знаю домой уеду как-то на картошке проживу просто почему не хотим адаптироваться Андрей Владимирович ну здесь много объяснений вот одно объяснение связано с тем что люди действительно глупеют и не понимают что происходит вот им даже если рассказываешь они смотрят и говорят а я мужа на картошку вот и что ты сделаешь ушли под воду уже эти дельфины вот да поэтому есть это второе это мы вообще живем всегда в конструкции вот это главная проблема экспоненциального роста что мы в обыденной жизни никогда не видим экспоненциального роста то есть у нас все растет постепенно деревья растут постепенно дети растут постепенно доход растает постепенно у нас все происходит постепенно вот и осознать что что-то может происходить радикально как бы прямо все менять, вот, это сложно представить, но сейчас необходимость всего бизнеса перейти онлайн, вот, и готовность значительной части бизнеса перейти онлайн, вот, это вот как раз это системные фазовые переходы, после которых уже мир не такой. Почему еще люди, ну, то есть, вот просто это сложно представить, что мир настолько будет, я могу сколько угодно рассказывать, я буду смотреть, очень интересно такое, это что, Столин? Ну, примерно, как только коронавирус хранится, сразу приходите, вот, да, поэтому сложно представить, нету мозгов, и третье, мы с вами находимся в складке времени, это то, что это психический феномен, вот, я его описал в соответствующей книжке, вот. Я рекомендую книгу «Складка времени прекрасная». Не надо рекомендовать, она не для широкой аудитории. А тут у нас интеллектуальное меньшинство, Андрей Валерьевич. Ну, да, там просто много специальной терминологии и так далее, все-таки, надо такая научная монография, да, но если говорить просто про психический феномен в складке времени, состоит в том, что мы с вами не можем разворачивать сейчас перспективу на длительный период. То есть, если предыдущие поколения жили в конструкции, что они все всегда разворачивают даже за пределы своего существования, да, то есть, начиная там с стародавних времен, когда все готовились к Царствию Небесному и так далее, то есть, насколько раздвигается время длиннее, длинненько моей жизни. Потом, когда стало понятно, что с Царствием вроде как могут возникнуть проблемы, стали разворачивать на предел своей жизни или на следующие поколения, потому что вот эта формулировка «зато наши дети как-то будут жить». Сейчас эти дети приходят в виде Тунберг психических расстройств и стучат по кафедре Организации Объединенных Наций со словами «Шо живу?» «Сволчи творите» с нашей реальностью. Мы уже сейчас не думаем не про будущее поколение, мы про собственную жизнь не можем думать, потому что изменения настолько велики. Я воспитывался в ощущении, что я знаю, что у меня будет в жизни происходить. Мне 46-й год, я по моим расчетам должен быть сейчас доктором медицинских наук, заведующим кафедром психиатрии военной медицинской академии и ждать генеральского звания. У меня была такая, чтобы еще лет 10 лет работать и уехать на дачу, внуков растить. Я сейчас весил в Инстаграме изображение масики и очень мало похож на генерала медицинской службы, главного психиатра Министерства обороны, которым собирался быть. И мог бы стать. Проблема состоит в том, что Министерство обороны всех врачей переводит в этих гражданских. Генералов уже нету больше, главных специалистов. И вообще все это убедило. Кафедру закрыли на ремонт. Вот. Да, поэтому казалось-то, чтобы ты знаешь, как жизнь будет развиваться. Ну вот. А сейчас ты вообще не можешь. Представьте, что на следующий день будет происходить. Понимаете? Потому что ты придешь на работу, тебе скажешь спасибо, у нас есть здесь прекрасный робот, он все делает. Вы мешаетесь. Еще разносите коронавирус. Вы вредны. Вот и не переносит коронавирус. В этом их большое преимущество. Да. Так что и не заражают друг друга. Вот. Поэтому если говорить про проблемы, почему сложно осознать необходимость изменений, то они для одних просто глупость, для других просто естественная как бы невозможность представить эти изменения. Мне их сложно представить. То есть я когда я пишу книгу про будущее, там, Четвертую мировую войну, я же рассказываю про тенденции, вот, как конкретно эти тенденции будут реализовываться, если бы я знал, я бы жил, знал бы прикуп, прожил бы в Сочи. Вот. Прикуп мне неизвестен. Я могу про тенденции говорить только. Да. И любой футуровок, соответственно. Ну вот. И третья составляющая, она именно связана с тем, что мы в принципе находимся в складке времени и психологически мы смотрим вот под ноги. Мы не смотрим, линия горизонта придвинулась к носкам ботинок. Хорошо. Ну, у меня тогда такой вопрос. Раз уж мы говорим про адаптивность, многие люди сейчас увлекаются тем, что смотрят новости. Им кажется, что надо все время быть в курсе того, что происходит. Бесконечно читают новости про коронавирус. Ну, я не про просто новости в социальных сетях, хотя и там тоже. Ну, в общем, вот сейчас вопрос, особенно в связи с вот этими всеми обстоятельствами. Вообще, вы как считаете, стоит ли читать новости? Это, ну, как бы... Там, с одной стороны, есть угроза фейк-ньюс и так далее. С другой стороны, вроде как, надо знать, что в мире происходит. Чем больше информации, тем лучше. В общем, ваше мнение на этот счет? Значит, новости не являются информацией. Значит, есть события. Значит, если событие происходит и которое, тем более, влияет на большое количество людей, это событие, о котором мы встанем в курсе вне зависимости от того, смотрим мы новости или нет. Понимаете, если случился бы коронавирус, а вы принципиально ничего бы не смотрели, вы бы вышли на улицу, обнаружили всех в масках. Подошли бы к человеку и спросили, что с вами случилось. Он бы вам сказал, коронавирус. То есть, эта информация до вас бы дошла. Или бы полицейские вас загнали бы обратно в дом. Поэтому, значит, то, что касается событий, мы станем их свидетелями. Все остальное является абсолютной информационной шелухой. Почему эта шелуха столь прилипляется к людям? Она прилипляется, первое, почему? Потому что это наше общее, единое информационное поле. Людям надо о чем-то общаться. Значит, мы должны... Если я буду читать, условно говоря, литературу по высшей математике, а мой собеседник будет читать литературу по, я не знаю, по литературоведению, то нам сложно будет обсудить что-либо. Новости являются вот этой такой универсальным информационным бульоном, который скрепляет, я бы сказал, соплями, значит, это общество. У него есть ощущение, что у него есть некая единая повестка. По что поговорить? По что поговорить, да. Поэтому первое, это просто... И дальше есть медиа, которые делают бизнес на этой потребности, иметь между нами общее информационное пространство. И дальше медиа, это точно такой же бизнес. Бизнес, тоже находящийся под ударом, потому что понятно, что приход социальных сетей разрушил медиа-бизнес в том виде, в котором он был. Сами представители новых социальных медиа, они должны постоянно хайповать. И дальше и серьезный медийный бизнес, и самодеятельные инфонюсмейкеры из социальных сетей, они все начали орать, кто громче. Чем ты больше какую-то ахинею произнесешь, и чем громче ты прокричишь, тем больше у тебя шансов сохраниться в этом бизнесе. И дальше это просто абсолютно бессмысленная работа, когда одни создают новости, другие их потребляют, и есть ощущение, что это вообще кому-то нужно. Почему новости читать не нужно? А. В них нет никаких новостей, как я уже сказал, потому что про события вы будете в курсе. И. Б. У нас очень с вами ограниченный психический ресурс. То есть если кто-то думает, что у него какой-то космический, психический ресурс, это ерунда. У самых великих людей в нашем человечестве ресурс был невероятно ограниченный. Если вы возьмете великих людей, они сделали по одному-два крупных открытия. Больше их не хватило. То есть есть несколько человек, типа Планкары и так далее, которые умудрялись, так сказать, сделать их пять. Но при этом они умудрялись сделать кучу ошибок. При этом они были компетентны в каких-то областях. И в каких-то они были абсолютно... Возьмите Перельмана, понимаете? Он компетентен в области определенных разделов математики и абсолютно некомпетентен в социальном функционировании. Понимаете? Наш ресурс, он очень психически ограничен. И тратить его на игру в дурака... Из чтения новостей напоминает мне игру в дурака. То есть люди садятся, раздают карты и друг к другу рубятся. И потом говорят, ты дурак. Кто следующий раздает? И вот ничего не происходит. Так можно провести всю жизнь, раздавая дурака и оказываясь в дураках и оказываясь не в дураках. Причем тоже в фиктивных абсолютно. Потому что все, кто в этот момент играют, превращаются в идиотов. Ну, то есть даже не в дураков. Значит, наша инвестиция в самих себя это создание тех... Как бы той матрицы, в рамках которых наш психический ресурс может подтечь по конструктивному руслу. Что может нам создавать возможность, чтобы мы наши свои знания и просто психическую энергию могли пользоваться или направленно для решения задать, чтобы вбираться по дереву, уметоя нашу метафору, а не вернуться в эту жижу информационной чудодебильности всеобщей наступающей. Хорошо. Это очень вдохновляюще. Ну, тогда у меня вопрос. Окей, мы узнали про адаптивность. А еще есть какие навыки, которые нам помогут в будущем? Вот must have, который вы бы назвали. Значит, ну вот адаптивность, да, это готовность меняться, да. Второе, значит, меняться вы не сможете. Знаете, вот у Архимеда была прекрасная формулировка. Дайте мне точку опоры, я это не за другой мир. Значит, вот просто адаптивность без инструмента это не адаптивность. адаптивность это когда это просто очень широкий термин, потому что вы можете адаптироваться, если вы способны понять, что происходит, если вы способны применить самые актуальные знания к тому, что происходит, и выиграть у других конкурентную борьбу за первое место, потому что дальше еще куча есть примазов здесь стоит, их примерно сколько? Под 8 миллиардов уже. Под 8. которые точно так же пытаются сделать то же самое, чтобы залезть в это светлое будущее. Поэтому адаптивность она предполагает не просто готовность к изменениям, не просто готовность не сидеть на заднице, а постоянно что-то делать, а еще интеллектуальную способность обнаружить, что нужно сделать, чтобы эта адаптация была действительно адаптацией и дала тебе конкурентное преимущество с другими приматами, которые в этот момент тоже не все валяют дурака. Многие валяют, но просто мест так мало на вершине пирамиды, что даже немножко не валяющих дурака приматов превращают вашу адаптивность в непростое занятие. Поэтому готовность к изменениям, если расшифровывать понятие адаптивности, мышление как инструмент адекватной оценки реальности и использование знаний в различных областях, в зависимости от того, чем конкретно вы заняты, для того, чтобы их мышление без знаний не работающая конструкция. То есть можно быть, если сейчас меня вместе посадить со Спинозой, Спиноза самый великий мыслитель всех временных народов. В общем, среди нескольких великих мыслителей всех временных народов. Но если меня сейчас вместе с ним поговорить, я же его сделаю в три хода. А я не сомневался? Не потому, что я умный. Я понимаю, потому что вы располагаете знаниями. Про электричество, квантовую механику, революцию и так далее. И, в общем, боюсь, его теория бога, сильно бы потерпела фиаско, если бы она встретилась с уровнем знаний для любого нашего современника. Почему? Потому что мышление это инструмент, а нужны еще к этому инструменту знания, поэтому не работают. Но знания тоже нужно научиться извлекать, потому что сейчас мы находимся в мире, в котором извлечение знаний, знания это то, что вы можете использовать. Потому что новость это не знание, вы не можете ее использовать, вы можете ее передать. Передай другому. И вот так один передарез, 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 и все занимаются как там говорить, как моя любимая Лариса Гузиева. Но все занимаются передачей. Они бы сделали что-нибудь в конце концов. И поэтому мы должны научиться извлекать знание таким образом, чтобы оно было инструментальным. То есть, чтобы оно могло стать частью реальности. Вот это же навык. Вот врач учит его. Я прошу прощения, что я все про врачей, но про больную. Врач. Можно же изучать эту медицину. Взять, открыть, пооткрывать книжки. Там очень много все написано про любые болезни и так далее. Но оно не инструментальное. Инструментальное это знание, когда ты, начиная с санитара, потом медбрата, фельдшера и так далее, проходите всю линию, изучая не просто теоретические основы всего этого медицинского, а видите, как фактически у людей берут анализы, понимаете, и вы сами, знаете, сделать человеку, там, сейчас все ходят, там, слушают, что есть отек легких, нет отека легких. Знаете, сколько я наслушался этих отеков, чтобы уметь определить, что он отек. Ты же можешь уши туда встать. Сейчас можно уже, нет, все положил в аппарат, привет. Но раньше навыки были, и они сейчас нужны, но с корпусом не будет. Ну вот, про другое. Да, и знание из теоретического должно стать, оно должно стать практикой. И если нету у кого-то этой практики осваиваешься, то оно, черт, ну, знаешь ты все про болезни. Вот, IBM Watson все знает про болезненность, пока не можешь лечить. Потому что вопрос времени не было. Да, но он сейчас обретает навыки, потому что он повторяет врачами и действует. По мере того, как врачи обучат искусственный интеллект интерпретировать данные анализов, все, в этот момент заканчивается медицина, ну, в прежнем ее существовании. Да, потому что сейчас дали снимок, который тебе сделали, флюорографию. И врач знает, какие, вот, как будет выглядеть отек легких, как будет этот пневмония выглядеть, как будет выглядеть туберкулез, как будет рак выглядеть. Он умеет это идентифицировать. Вот. И сейчас что делают? Ты пишешь здесь рак и отправляешь дальше в IBM. один говорит на искусственный интеллект. Вот здесь вот рак где-то. Ты поищи там его, пожалуйста. И дальше все врачи во всем мире сдают свои знания искусственному интеллекту. Искусственный интеллект сидит и к нему приходит миллион этих, как его, флюорограмм, понимаете, на которых все написано. Это рак. И он учится, учится, скоро сообразит. И потом, ну, как бы, уже лучший врачей будет идентифицировать признаки. И после того, как он сможет ставить диагнозы и правильно интерпретировать анализы, потому что мы его обучили, дальше схемы лечения, они, ну, как бы, это уже вообще просто расплюнуть, вот уж точно справочник вкладываем и пусть оно работает. Вот, поэтому знание должно быть инструментальным. То есть, это первое, это адаптивность и готовность к изменениям. Второе, мышление как способ сборки сложных моделей реальности с учетом большого количества элементов ситуации, для того, чтобы не думать тупо, потому что тупое мышление это от А к Я, понимаете, вот одно и не. А там вот алфавит еще вот так вот. Это надо все учесть. Это мышление, сам по себе инструмент. Дальше знания, которые сами по себе должны инструментальные, они должны лечь на навык. Но и четвертое, я бы добавил сюда, конечно, социальность, потому что мы не сможем сами по себе справиться ни с чем, потому что в принципе так не предполагалось. Человек, если одного оставить, он же с ума сходит и правильно делается, потому что биологически не предназначен для единичного собственного существования. Обязательно для того, чтобы быть вообще хоть сколько-то довольным жизнью, хоть сколько-то продуктивным, хоть что-то реальное сделать, как Ньютон сказал, стоим на плечах гигантов. Должны быть другие обезьяны, которые подставят свои плечи для того, чтобы у вас что-то получилось. Ни один Ньютон с нуля, будучи приматом, слел с дерева и придумал три закона. Это вряд ли. Должны были другие люди перед этим потрудиться. Поэтому навыки социальности, которые позволяют объединяться с другими, понимать других людей, мотивироваться взаимно общими целями и задачами. Это важный элемент адаптивности. Не очевидный, то, что вроде бы адаптируйся сам, не можешь сам адаптироваться. С тобой должна компания адаптироваться и тогда вы адаптируетесь. А один адаптируешься к этому ящику железному моду железному. Хорошо. У меня, честно говоря, был вопрос, почему, как вам кажется, вот этим навыкам нужно обучаться именно сейчас. Но, кажется, в ходе этого разговора стало понятно, что когда, если не сейчас, мол, будешь медлить. Вчера, да. Лучшее время, чтобы посадить дерево, было 20 лет назад. Но у меня тогда другой вопрос. Вот смотрите, вы говорите про адаптивность, но адаптироваться же можно в каких-то весьма ограниченных в весьма ограниченном пространстве. Ну, то есть, я уже имею какие-то предзаданные характеристики, я где-то нахожусь, я имею некие возможности, возможности, которые мне предоставляет жизнь, возможности, к которым я могу адаптироваться, они тоже не бесконечны. Вот, как бы вы на этот вопрос ответили, как правильно понимать, к чему нужно адаптироваться, и как правильно понимать свой, ну, как бы внутренний потенциал, если я понятно сформулировал вопрос. Ты сформулировал предельно понятно, вот, и это дико важно. Значит, все сидят и ждут, что на них с неба упадет решение задачи. Значит, решение задачи находится внутри. Оно находится в той жизни, которую вы имеете. Вы не можете решить задачу из другой жизни. И в вашей жизни каждого человека есть огромное количество ресурсов личных, временных, человеческих, компетентностных, социальных, там, и так далее, которые люди просто не видят. Мы всю жизнь, пока мы живем, мы накапливаем ресурс. Проблема состоит в том, что единицы людей способны увидеть ресурс, который у них есть, уже лежит под ногами, который надо использовать. Вот, все ждут, что им кто-то в голубом вертолете явится вот это вот, понимаете, счастливый будет раздавать что-то там. Не будет. Вот, вот, посмотрите, что имеете. Другое дело, что это увидеть очень сложно. Самая большая сложность увидеть, что у вас есть огромный, накопленный уже за жизнь, какой бы она ни была, капитал. Вот я об этом как раз и хотел спросить. Да, люди же имеют, но не видят этого. Это как вот просто, и ты, ты как будто живешь в алмазной вот этой вот жиле, но для того, чтобы до них добраться, тебе нужно уметь рубить, кайлом работать, еще и, значит, при, как это сказать, приложить усилия и знать о том, что алмазы существуют, их можно достать буквально в стене. А так, ты там сидишь, там темно, света нет, мокро, и вокруг тесно. Тесно, Ну, собственно говоря, то, чем я занимаюсь в последнее время, ну, то есть, у меня же есть как бы теоретическая работа, есть научно-исследовательская работа, вот, такая более эмпирическая, вот, а с точки зрения такой обучающей, образовательной, вот, и почему я создал Академию Смысла, почему пишу книжки вот в рамках как раз серии Академии Смысла, потому что это идея создания как раз вот этих инструментов, которые позволяют увидеть то, что у тебя в жизни есть и научить этим правильно пользоваться, вот, потому что дальше все начинает перерастать и у тебя увеличивается потенциал дальнейшего развития, вот, но если ты не инвестируешь то, что у тебя есть, никто в тебя не переинвестирует и сам ты не будешь уметь инвестировать, ну, то есть, почему у каких-то людей много работы, у каких-то мало, вот, потому что работа же их развивает, то есть, кто-то в них инвестирует, ну, потому что они перед этим что-то сделали, вас не позовут на работу, если не знают, что вы сделали, что-то крутое, вот, если не дадут сложный проект новый, конечно, вот, там дальше уже включаются другие механизмы, но на старте очень важно научиться инвентаризировать те ресурсы, которые у тебя есть и сначала, помнишь, одно зернышко, два зернышка, четыре, и дальше они, собственно говоря, превращаются в ту самую огромную кучу возможностей, которые появляются только в том случае, если вот изначально правильно избрана технология инвентаризации жизни, использования ресурсов, которые есть. мне кажется, мне кажется, что вы очень хорошо это заметили, потому что мне кажется, что мы, смотря на других людей, которых можно назвать успешными, видим результат их многолетнего труда, и когда сравниваем их с собой, видим, что, боже мой, у меня там нету такой машины, квартиры, работы, коллектива, не знаю, там, компетенции, навыков, способностей и так далее, и мы, значит, просто, как бы, не понимаем, что они когда-то начинали с каких-то простых вещей, использовали какие-то микровозможности, вы, по-моему, в «Красной таблетке-2» писали, что этот Джефф Безос там что-то развозил нас на машине родительской, старой, там у этих был гараж у Гейтса с, с кем он там был, забыл эту фамилию, вот, и у Джобса гараж. А, это Джобс с Возняком. Джобс был с Возняком, да, Гейтс тоже был с кем-то. Вот, значит, вот, и идея-то в том, чтобы начать видеть хотя бы те маленькие возможности, которые прямо сейчас при нас, и реализовать их, и из них, как что-то такое, вырастет, да, из чего мы потом последующий результат можем получить, и последующий, и последующий, и так, вперед, экспоненциальным ростом. Есть просто проблема, что люди думают, что они знают, каким ресурсом они обладают. Дело в том, что, ну, я умею, там рисовать. Вот, стану художником, дизайнером. Но это так не работает. На самом деле осознание собственного ресурса приходит в тот момент, когда вы видите пересечение связей. Понимаете, современного искусства на тот момент, и брат в ней работал, он сам в ней работал, по-моему, шесть лет, вот, и это ему не позволило, понимаете, даже это, продать, какое-то ощутимое количество, собственно, к полотен, зажить. Вот, да, но просто нужно понимать, что возможности лежат на пересечении факторов, из которых состоит наша жизнь. Вот у тебя есть какие-то навыки, и должны быть еще какие-то дополнительные каналы, да, которые, соединяясь, вот, дадут эффект. Вот, а если ты просто решил там рисовать, и будешь себе стол рисовать, ну, так это же, вроде бы, есть ресурс, вот, но он не востребован, вот, у него нету способа мультиплицировать как-то достигнутые эффекты, поэтому здесь важно не просто узнать, вот, я это умею, что мне, куда мне пойти с этим. Никуда, сиди, ты вообще не движись, только ритм будет. Надо инвентаризировать все, что есть в жизни, и на пересечениях найти ближайшие эффективные ходы. То есть, соответственно, рецепт у нас таков, вот, если подвести итог нашему с вами разговору, что, во-первых, нам нужно обладать вот этими ценнейшими навыками для будущего, адаптация, мышление, наличие знаний и социальность, плюс к этому нам нужно хорошо понимать, каковы наши внутренние ресурсы, которыми мы обладаем, и каковы наши возможности, то есть, условно говоря, какие есть каналы, приложения этих ресурсов для того, чтобы из этого вышло что-то полезное, ну, или хотя бы, хотя бы попытаться, чтобы из этого вышло что-то полезное, потому что, ну, я просто по опыту вижу, что многие люди даже не пытаются, ну, то есть, у них есть эти возможности, и они даже, даже первый шаг не делают, ладно бы, они попытались, у них бы не получилось, они бы расстроились, но тут даже до этого не доходит, вот, правильно ли я вас понимаю? Инвентаризация жизни это вопрос вот того, каким образом можно инвентаризировать тот жизненный ресурс, который вами накоплен, вот, если эту инвентаризацию не произвести, то рассчитывать на то, что вы найдете правильное решение, это все равно тыкать пальцем в небо, вот, мы должны действовать как раз вот после системного анализа того, что у нас есть, надо открыть глаза на собственную жизнь. Ну, мне кажется, Андрей Владимирович, вот это, мы с вами сейчас уже 56 минут разговариваем, мне кажется, вот эта нота, это очень хороший момент, чтобы рассказать про наш с вами марафон, который мы решили сделать, да, друзья, мы с Андреем Владимировичем и с командой ребят из КТО онлайн решили сделать марафон, это не марафон, это челлендж, который будет идти в течение семи дней, Андрей Владимирович опять же любезно согласился поучаствовать, мы как уговорили его участвовать в курсе КТО онлайн, я помню, это было непросто, но сейчас Андрей Владимирович тоже решил приложить руку, так сказать, протянуть руку помощи всем сидящим в карантине, в изоляции, и как раз мы подготовили программу, которая будет называться ревизия жизни, это челлендж на семь дней, с помощью которого можно оценить свои внутренние ресурсы, свои возможности и понять, как нам действовать вот в эти сложные времена, потому что много кто сейчас переживает серьезные потрясения, это и социальные потрясения, вы слышали, что количество разводов в Китае увеличилось в два раза после карантина? Это кого спрашиваешь? Вам, у нас комментарии выключены, они не знают. Конечно, есть комментарии, они пишут. Да, у меня не показывает, ну ладно, не важно. Нет, ну там с разводами на самом деле сложно, это внутривидовая агрессия, я вас также здесь рассказываю все это, почему наступают эти проблемы, но я понимаю, да, если говорить про вопрос инвентаризации, почему мне показалось, что в этом, в этой ревизии есть сейчас смысл, у людей просто появилось время, которое нужно использовать максимально эффективно для того, чтобы ну вот в новую вот эту реальность уже сейчас начать готовиться, потому что ну то есть этот год потребует от нас невероятной мобилизации и только понимание того, чем мы обладаем, на сейчас и каким образом все это можно это единственный способ справиться просто с растерянностью и с ощущением какой-то своей ненужности этому миру вот близким людям вот для этого нужно сейчас вот задаться целым набором вопросов и если говорить про этот челлендж, то это по сути дела семь дней, каждый из которых я предваряю инструкций к тому, что является сферой, в которой мы можем найти наши ресурсы, вот, а те упражнения, которые делаются, они позволяют просто уже с математической, что называется, точностью из себя вынимать эти ресурсы, видеть их, вот, и дальше уже это дает человеку возможность не чувствовать себя как бы дезориентированным, потому что самое сейчас опасное это просто ступор, а неопределенность, которая очевидна, с которой мы встречаемся, она нас в этот ступор повергает, вот, но я настаиваю на том, что у людей есть ресурсы у каждого человека и я настаиваю, что их ревизия этих вот своих собственных составляющих в разных сферах жизни, личной социального взаимодействия, профессиональных навыков, интеллектуальных навыков, набора знаний, которые они имеют и так далее, правильной инвентаризации этих сфер позволит, у нас же думает мозг, вот, и надо дать этому мозгу нужную вот эту информацию, чтобы он мог с ней работать и открыть вам перспективы, которые сейчас кажутся неочевидными. И обстоятельства, регулярность, целенаправленность, в общем, такие, как сказать, если уж мозг принимает решение, то нам, наша задача, наша просто прямая обязанность создать для него условия, чтобы он принимал решение как-то чуть-чуть получше. Вот, да, поэтому, дорогие друзья, мы решили с Андреем Владимировичем сделать такой челлендж, если вдруг вам интересно в нем поучаствовать, то можно пройти по ссылке в аккаунте КТОнлайн или в аккаунте у Андрея Владимировича. Ну что, Андрей Владимирович, скажите какое-нибудь напутственное слово напоследок для меня и для всех, кто нас сейчас смотрит. Я просто вижу, как развиваются люди, которые в это сложное время прилагают знания к своей, к себе. Боюсь, это сейчас самая важная, единственная инвестиция, которую мы можем сделать в условиях неопределенности. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы максимальное количество людей отнеслось к этому серьезно и вот не в таких каких-то странных способах, а в таком системном подходе начали себе помогать на будущее. Системный подход нас спасет, Андрей Владимирович. Ну, я, наверное, тогда вас поблагодарю. Спасибо большое, что уделили время. Мне было приятно вас повидать. Этот час это самое большое вообще, что я вас видел за последние недели. было очень приятно всем, кто нас смотрел.